Возрождение парка отдыха Дубовая роща. Что для этого нужно, что уже делается и когда начнется реконструкция? Об этом говорили на пресс-конференции в агентстве регионального развития. Главный парк Запорожья Дубовая роща был построен в 1959 году и тогда не было цели сделать парк коммерческим предприятием, говорит нынешний директор парка Олег Комаренко. Сегодня ситуация изменилась и подобный объект нужно использовать как туристическую изюминку города, приносящую доход, считают городские власти. Но для этого в парке и вокруг него нужно провести капитальную реконструкцию, а также наполнить его новыми объектами. При этом важным является мнение горожан. Поэтому агентством регионального развития был проведен социологический опрос. Респонденты считают, что в парке обязательно должны быть аттракционы, игровые комплексы, веревочный парк, концертная площадка, различные декорации, смотровые площадки, фонтаны, беседки, велодорожки, кафе и многое другое. Городские власти в качестве примера рассматривают Харьковский центральный парк имени Горького, в котором побывали в ноябре прошлого года с рабочей поездкой. Но первым шагом на пути к изменениям должно стать утверждение архитектурного проекта реконструкции территории Дубовой рощи. Преимущество нашего парка заключается в том, что у нас огромная составляющая водяного покрова. Техническое задание, которое мы давали, первый критерий – сохранение природно-ландшафтного дизайна и максимально засветить именно водную гладь. Это должны быть как-то сделаны по-особому берега. Есть этому примеры. Мы к этому даже готовимся сейчас. Мы даже сейчас не стоим на месте. Вот мы почистили малую водойму в прошлом году. В этом году мы приступим к очистке большой водоймы. Действительно будем финансировать из городского бюджета расчистку этих водоемов. В прошлом году мы один малый водоем сделали. Я думаю, все могли его видеть. Прекрасную рощу высадили рядом в Новую Дубовую. А в этом году будем финансировать уже большой водоем. Гораздо больше. Более сложная в инженерном плане эта работа. Ну и потребует больше средств. Вокруг Дубовой рощи будет сделана реконструкция участка от круга по улице Глисиной и до моста через речку Мокрая Московка, которая соединяет Коммунаровский район и Александровский район. Но это будет более масштабная реконструкция уже с обустройством парка мест новых, пешеходных дорожек. Ну и полностью будет заменено покрытие асфальтное этого участка дороги. Сейчас проходит всеукраинский конкурс по выбору лучшей концепции парка. Заявки на участие подали 8 архитекторов, среди которых четверо запорожцев, а также киевляне, полтовчанин и сумчанин. Выбор победителя конкурса будет сделан к концу апреля, говорит директор парка Олег Комаренко. Далее понадобится около полугода на создание рабочего проекта и закладку финансирования. Если все пройдет успешно, то работы по реконструкции в Дубовой роще начнутся в начале 2018 года.